Добрый день, товарищи. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда Вихрь. Гордость и транспортная система предприятия 3826. Многофункциональная, человекоподобная машина. Помощник-инженер, бармен и просто хороший робот. RAV9, или в простонародии Рафик. Кто он такой? Почему этот робот в отличие от остальных добрый? И в чём секрет потерянной варежки? Варежку проебал. Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это Atomic Heart. Российские разработчики сделали самый настоящий прорыв. И создали игруху, которая стала популярной не только у нас на Отечестве, но ещё и в западных странах. Ну и не только в западных. Ну и успех этой игрухи измеряется не только тем, что она многим понравилась, а ещё и тем, что вокруг неё разразилось множество скандалов. Успех ещё какой. Ну и добро пожаловать в атомный дурдом, или в дивный мир совершенства и технологий, где люди живут бок о бок с верными помощниками-роботами. Или уже не живут. Да, мы с тобой переносимся в постапокалипсис, но не в будущем, как это принято, а в прошлом. Альтернативная история Советского Союза после Второй мировой войны, где у нас на Отечестве в СССР прошла массовая индустриализация. Производство роботов вышло на новый уровень. И всё это нужно, чтобы облегчить жизнь своих советских граждан. Можно сказать, что наступил сам настоящий коммунизм. Стремительная технологическая революция привнесла в повседневную жизнь советских граждан голограммы роботов и глобальную информационную сеть. Ух, утерли нос этим западным капиталистам. Сама игруха вообще очень классно и качественно сделана. Если бы я не знал, что это сделано российскими разработчиками, я бы и не поверил. Но мы о дём, мы о дём ведь. Ну и главными персонажами, которые находятся в центре всех этих событий, являются роботы. Роботы — неотъемлемая часть атомного сердца. Без них этот постапокалиптический мир показался бы лёгкой прогулочкой. Но роботы решили, что коммунизм так не строится, и он должен быть для всех. По какой-то причине активировалась секретная боевая программа, встроенная в каждого робота на случай непредвиденных обстоятельств. И один из таких роботов — это добрый Рафик. И чем он так отличается от других, и почему к нему такое пристальное внимание? Сейчас мы это и выясним. Улыбочку всем, а это игровой канал Егодиса. Если ты увлекаешься видеоиграми, а я уверен, что ты увлекаешься, ты же смотришь мои видосики и ставишь лайки, то я думаю, что и формат развлекательных обзоров от Егодиса тебе тоже зайдёт. Несмотря на то, что канал существует сравнительно недавно, он уже успел завоевать доверие многих активных зрителей. Обзор на Готов Пар Рагнарёк. Топ-5 самых сложных игр и многое другое. При просмотре ты обязательно будешь улыбаться. Невозможно, отложишь пару лишних кирпичей. Но при этом поднимешь своё самое сокровенное — настроение. Канал активный и постоянно развивается, и ты можешь принять в этом участие. Кто я? Да, чувак, именно ты! А ещё Егодис веером штампует шорты про Супер Марио. Вот такие. Переходи по ссылке в описании и улыбочку всем. И как вы делите её будете дальше? Ну что ж, как мы с тобой сейчас выяснили, это не типичный постапокалипсис, где труп оживали, землю разрывали. Здесь натуральное восстание роботов. И каждый из них изначально создавался всего лишь для помощи советской промышленности и простым гражданам СССР. Роботы имеют свою специализацию и предназначение. Причём все они выглядят совершенно по-разному и имеют свою программу. Кто-то работает на заводе сварщиком, а кто-то тоннельно проходным. Ну, в общем, землю бурит. Помимо простых рабочих роботов, выполняющих самые обычные функции инженера, фрезеровщика, ну или просто работяги на заводе, нам этот мир технологий дарит и контент. Роботы также могут вести радиопередачи, водить на экскурсии людей, а какие-то даже проводят административные административные и консультационные функции. Терешкова, допустим, это отличный администратор и экскурсовод. Причём Терешкова или Тер-А1 может быть не одна. В каждом музее, на каждой площади, в каждом доме культуры должна быть своя Терешкова, которая всё покажет и расскажет. Ну, то есть, как таковых имён у них нет. Если мы говорим про Наташу, которую нужно отправить на тяжёлые ремонтные работы, то мы туда отправляем именно на Т-256. Роботы — это абсолютно безликие существа, которые имеют чётко заданную программу. Ни имён, ни личности, только названия и функции. Причём среди всей этой безликой живой груда металла выделяется почему-то один робот — Рафик. Очень распространённая модель не только на заводах, но ещё и в домашнем быту. По факту, Рафик — это такой многофункциональный китайский робот-пылесос. Он тебе не то, что комнату уберёт или тяжёлые вещи перетащит, он тебе даже приготовит какой-нибудь куктейль. Но разве кроме Рафика нет таких же многофункциональных роботов? Чем же он так многим приглянулся? Скорее всего, игрокам, зрителям он понравился, потому что его распихали по мемам. Вернее, его острые коронные фразочки. Безропотно наше существование. Я и сам бы выпил. Ответствуйте, товарищи, где кошель? Что насчёт графинчика водки? Кстати, о фразочках. Во вселенной Atomic Heart людям Рафик тоже понравился, потому что он и весьма приятный собеседник, поскольку запрограммирован так, на дружелюбие и общение. Но другие роботы тоже могут общаться, так же Терешкова. Но с ней-то ни о чём конструктивно ты не поговоришь. У неё чисто другая программа, рассказывать всё о научном. Этакая ходячая Алиса. Но Рафик как будто это совершенно живой человек. И он настолько добрый, дружелюбный и общительный, что даже в боевом режиме остаётся адекватным и общается с людьми. Всячески помогает, отвечает на вопросы. И даже не упускает момента всячески нас поддолбать. Да, на этом легендарном и самом обсуждаемом моменте с Варежкой и Рафик её не потерял. Потому что у Рафика Варежки-то никогда и не было. Зачем они ему нужны? Какие Варежки? О чём вы говорите? Варежку потерял не он, а, как ни странно, главный герой. Вернее, он обратил внимание на нашу высокотехнологичную перчатку, которая у нас одна. Тогда почему именно Варежку, а не перчатку? Ну, опять же, стоит понимать, что он шутит, рофлит. И поэтому так насмешливо называет нашу ультра-крутую перчатку Варежкой. Скорее всего, эта фраза многих сбила с толку конечным смехом. И многие из-за его роботизированного голоса не могли понять, он смеётся или плачет. Оказывается, что ржёт. И причём над кем ржёт? Над нами, над живым человеком. Над своим, можно сказать, хозяином, создателем. То есть эта гробанная груда металла недавно тебе полымала из стаканы и вдруг над тобой начинает ржать. Не знаю, влияет ли на это боевой режим, но, тем не менее, над нами ни один робот так ещё не прикалывался. Каждый из них пытается нас угробить, но не Рафик. Из этого тогда всего следует вопрос, а является ли Рафик нашим другом? Или хотя бы союзником? Ну, те, кто играл или смотрел прохождение, наверное, знают, что нет нифига. Рафик, конечно, очень вежливо с нами общается, называет наш товарищ. Все раздражения, оскорбления в сторону робота от главного героя на него никак не влияют. Ему совершенно пофиг, он продолжает соблюдать субординацию как профессиональный работник. Хотя, как ты понимаешь, его профессиональный тон не помешает ему над нами приколоться. Вот у кого грамотно надо учиться посылать, так это у Рафика. Ну ладно, а что насчёт там боевого режима? Неужели Рафика сделали настолько бесполезным, что даже в боевом режиме он очень добрый и хороший, как говорит Терешкова. Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? А в словах Терешковой даже сомневаться не приходится. Это буквально ходячая энциклопедия. Пусть она, конечно, весьма на смешливом тоне говорит про Рафика, но это правда. Всё-таки Рафик реально добрый и дружелюбный. Но в чём тогда сомнение, почему дружелюбный робот нам не друг? Правильнее всего, его можно было бы назвать нейтральным персонажем. Да, в боевом режиме он не нападает на людей, но ему и нафиг это не надо. Ты посмотри, как он хорошо стелет своим коронным словцом. Это буквально мегамозг, непонятый гений среди роботов. Вообще нифига недооценённая модель. Ну тогда в таком случае многих, наверное, заинтересовало, а что если мы сами нападём на Рафика? Ну или просто возьмём и ударим его? Понятно, что на такую милаху рука не подымется, но чисто ради науки, ради эксперимента, можно попробовать. Но я бы, конечно, не советовал. Почему? Да что нам этот пузатик сделает? Ну вообще-то сделает. Как говорится, бойтесь слишком тихих. Как только ты атакуешь Рафика, Рафик тебя атакует в ответ. Это, конечно, не Наташа, не Беляш, не Бурав. Бьёт он всё-таки больно своими работящими руками. Ну так получается он всё-таки злой. По какой-то причине у него такая особая модель поведения. Он будет продолжать выполнять свою функцию, какую бы он не выполнял сейчас, он также будет с нами общаться, вытерпит любое оскорбление, да и сам ответочку может грамотно кинуть. В простонародье, опять же, грамотно послать. Но как только ты на него нападаешь, он начинает атаковать в ответ. Выходит, что Рафика не просто наделили каким-то искусственным интеллектом с обычной программой. Вообще-то Рафик это один из немногих роботов, который умеет говорить. И, наверное, единственный, кто является твоим искусственным другом. А уж его отдельные выпады и приколюхи это вообще мемов стоит. Получается, Рафик у нас выполняет не просто какую-то заданную программу, он наделён личностью. И атакует он только тогда, когда это нужно, когда нарушает его личное пространство. Более того, его личную неприкосновенность. А всё остальное время он очень спокойный. Хотя вроде как он в боевом режиме, как и остальные роботы. Таким образом, Рафика можно назвать самым продвинутым искусственным интеллектом. Он не поломался, как все остальные. Это пузатое чудо будет выполнять свой долг даже в самых критических моментах. Потому что так надо, это важнее. И если все остальные роботы из Atomic Heart восстали только сейчас, Рафик уже восставшим считается давно. Искусственный интеллект со своей личностью. Ну что ж, а как ты думаешь, кто же такой Рафик? Является ли он самой высокоинтеллектуальной технологичной моделью робота? Или это самая обычная железяка, у которой весьма мирный протокол? В общем, всё, что ты думаешь о Рафике, напиши в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов на мою группу во ВКонтакте, на мой Телеграм-канал и на мой Яндекс Дзен. Тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok